Музыка 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 Привет, друзья! Итак, продолжаем бесконечную серию. Это та самая серия, где я читаю собственный текст в собственных материалах, перевожу как бы на разговорный язык. Это может кому-то даже будет удобнее смотреть на фотографию и не читать, а слушать. Значит, серия бесконечная, но она уже превращается в несколько книг. Такое дело, что эти книги никому не нужны. Нет, не так. Эти книги не нужны государству. Эти книги не нужны для того, чтобы люди знали, насколько шире возможности садоводства. И мы можем полностью, 100%, даже 101% обеспечить страну фруктами собственного производства. Вот. И именно благодаря дачным садам. Вот. Один из ярких примеров перед вами. Поехали. Итак, на примере груши памяти Яковлева. Происхождение. Происхождение. Селекционная работа проводилась Павлом Никоноровичем Яковлевым и его помощниками в Тамбовской области на базе государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и селекции плодовых растений имени Мичурина, а также Мичуринского аграрного университета. Я редко когда цитирую, но есть такие вещи, которые я знать не могу. Так. Второе. Любительская селекция в Сибири. Дальше текст садовода любителя. Почему она селекция? Потому что для меня селекция это отбор, это выращивание деревьев в невыносимых условиях практически. Вот. То есть практически без ухода. И результат налицо. Итак. Далее текст садовода любителя Железова. Точнее. Обнаружено взрослое возносящее дерево в поселке Майна, Хакасия. На улице Садовая, дом 3, с плодами, со вкусом около 5 баллов. Вот они же. Это было 17 лет назад. Судьбу я не знаю. Надо бы съездить, надо бы посмотреть. А живо ли это дерево? Вот. Но другое дело, что годы, годы, годы укатали сивку в крутые горки. Вот. Память Яковлева была перенесена мною железом в красный хутор в виде черенка и привита на уссурийскую грушу. Потом, если не забуду, ниже покажу грушу. Уссурий как подвой. Расслажив 17 лет, обильное поднушение, фото ниже. Ну, стадия не самая свежая. В данный момент уже будем считать, что 17 лет. Ну вот теперь в моем саду. Любуемся. Смотрите. Здорово. Вот эта вот красота переехала ко мне. Видите? Вот. Использовалось как маточное дерево, с которого беспощадно, ежегодно срезались черенки на прививку и продажу. Память Яковлева начала угасать и была спирена в 19-м году. Продолжено потомство привитых деревьев в следующем поколении, не теряя вкуса. Заметьте, на уссурийской дикой груши, которой невозможно кушать плоды этой уссурийской груши, вкус не теряя. Причина успешной народной селекции – полная биологическая совместимость подвоем родственной уссурийской дикой груши. Место формальное. Как формальные характеристики, я их не знаю. Представляю плоды третьего поколения с абсолютным вкусом. Вот они же в разные годы. Вот такое дерево молодое. Вот такое, вот такое, красота какая, да. Вот такой крупный план. Слаще вообще, по-моему, не бывает. Четвертое поколение в саду садовоза Чернобаева, город Церногорск. То есть у меня есть сад-дублер. Хозяин сада – мой друг Леонид Дмитриевич Чернобаев. Весь практически мой сад в виде черенка перекочевал к нему. Уникальные результаты. Сад более молодой, чем у меня. И это довольно оптимистичный, так скажем. Шестое. Удачное ранирование в регионе, юг Краснодарского края, Хакасия, позволит освоить выращивание саженцев и рассылку по всей России, плюс Украине, Беларусь и Казахстане. Ход ниже. Кстати, с Украиной прощаемся. 20 книг выставил увлеченному садоводу в Днепропетровскую область. И книги вернулись обратно. Деньги на пересылку 5000 выбросили. Зря никто возвращать не собирается. Вот вам и это. А ведь, смотрите, вот эту книгу хотел получить от меня человек, у которого свои проблемы в садах. И он решил, что моя книга, эти 20 книг, поможет ему и его друзьям. Ну, к сожалению. Итак, что тут написано? Вот они же. Удачное ранирование. Значит, удачное ранирование включает себя. Поэтому немножечко вам добавлю уксусу. То есть, лекция, чуть другая тема, но важнейшая. Ранняя прививка. Накрытие бутылками. Под ними день идет за два. За первый, допустим, это конец. Это марта, начало апреля. Вот так выглядит у нас весна. Вот под бутылкой день за два. И вместо одного месяца получается как бы два. А именно вот такие деревья, и выра... Сейчас покажу вам их. Вот. Успевают вызвать до зимы. Отсюда огромная принципиальная разница между тем, что продают питомники. Даже если вовремя вырастили нормально, они все равно продают в апреле-майе. Пока посадил уже июнь, пока почки вылезли чуть ли не июль. И к зиме саженцы не вызвавшие. Вот это разница принципиальная. А нечего, приходит осень. Вот они горшки. Видите, горшки на переднем плане? Вот они. Вот. Сильнейшая обрезка, это принципиально переезд уже в сентябре, в октябре на новые места. Вот. Практически неудач не бывает. Единственный питомник, на который не проклинают. Первое подношение. Долго ждать. Смотрите, фото. Память Яковлева, сделанная прямо в питомнике Железова. Вот. У меня таких фотографий много накопилось. Видите, да. Справка. Питомник все 25 лет зимует на морозе. И я так вот сложил, что нас практически не различают с сыном Сергея Валерьевича Железова. Поэтому я вот это вот всем пишу. Вот. Общий ответ Железова. Саженцы. Вознак вопроса. Вам нужны я, мои дети. Продажа на месте. И рассылка саженцев Сергея Валерьевича и Татьяна Александровна Железова. Продажа на месте и рассылка саженцев. Есть у них свой электронный адрес. Из-за плохой связи по интернету в деревню лучше звонить. Для начала. Вот два телефона. Сергея и его жены Татьяна. Адрес питомника. Краснодарский край. Продиктую на всякий случай все. 66 27 32. Это индекс Краснодарский край. Шуршинский район. Деревня Красный Ход. Тарпировал геологов 1. Моя работа. Железа Валерия Константиновича. Рассылка. Семена. Сентября. Причем на диске. Круглый год. Черенки для прививки. С ноября. До этого срока заказа не принимаю. Вот. Мои телефоны. Мой электронный адрес. Адрес сайта. Проще. Не обязательно вот это все записывать. Набирайте в поисковике Яндексе, Гугле и так далее. Три волшебных слова. Сайт Садового Железа. И вы окажетесь на сайте. Теперь так. Заказы на саженцы. Семена черенки заказывают порознь. То есть они по срокам не совпадают. Поэтому все в свое время. Например, черенки зимой, а саженцы зимой не рассылаются. Так вот. Что еще хочу к этому добавить? Видимо, все-таки годы прошли. С тех пор появились две книги. Три книги бумажные. Первая продана. Вторая продана. Третья еще есть бумажная книга. Показать вам. Ну-ка, сейчас, пусть вы быстро, быстро. Ой, я тут под рукой ее. Ладно, сейчас все равно покажу. Вот, я пользуюсь таким случаем, чтобы себя немножко порекламировать. Так. Смотрите, как это будет выглядеть. Сейчас мы с вами зайдем. Зайдем. А потом еще про грушу поговорим. Сейчас мы с вами зайдем. Ага, каталог по... Вот он. Информация об учебных дисках. Смотрите. 20 дисков уникальных. Вот. Здесь Беннобильские премии такие скромные. Вот. И новая технология. Наша книга. Скоро ждем. Умный сад, как перехитрить климат. Увы, нового тиражей не будет. Новинка, бумажная книга «Мягкая обложка Северный сад». Закончилась. Вот. Новинка, бумажная книга «Записки зачарованного сибирского садовода». Еще за 600 рублей еще есть. Вот. Вот она. Уникальная книга. Про те, что в дисках эти есть два. Две новички премии. Они же есть и тут. Можно заказать книгу. Их осталось не так много. Несколько десятков. Вот. Была еще одна книга. Тот же «Северный сад», но в твердой обложке как бы праздничная. Но, несмотря на цену, ее раскупили. Таких книг было немного. Брошюра. Всего 50 рублей. Есть и 4 штуки заказаны. А если одна, то 100 рублей. Ценейшая брошюра. Она, конечно, таких денег не стоит. Не, не стоит. Она стоит в 10 раз больше денег. Только вот эти-то не можем распродать. По цене 4 штуки 200 рублей. Вот. Еще внимание. Есть редко, но есть такие желающие. А присылайте электронный вариант. Я присылаю. Всего 500 рублей за одну книгу. А 500 рублей за другую. Сейчас прошу прощения. Отвечу. Назвало. Продолжим, продолжим. Значит, смотрите. Можно электронный вариант, но что такое 500 рублей? Ну. И бутылка водки, если стоит 300, то хотите покончить жизнь с самоубийством, покупайте. Вот. А вот это будущий сад, который никогда не умрет, если вы закажете эту книгу или эту. А лучше и эту, и эту. Платно обучающие материалы практически не пользуются спросом. А жаль. Например, питомник в 21 век. Или как заработать миллион рублей в год на производстве продажи саженцев. Сейчас прям ходить и объясню. Берем тысячу косточек. У меня много этих самых. Это, правда, тема уже другие темы, так. Вот. Где вам показать-то? Где вам показать-то? Сейчас, 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 сейчас. Если сходу бы найти. Сходу бы найти. Какие прекрасные результаты. Какая схожесть Так, ладно Это я покажу в другом фильме Уже показал на вебинаре На всякий случай, знакомлю, где еще можно увидеть это все Но вы не успеваете Сегодня у нас 3 мая Вебинар сегодня 129 На всякий случай, познакомлю вас с этим На сайте есть гостевая книга И вот здесь смотрите Вебинар 3 мая Значит, прибавьте 7 дней Следующий будет 10 мая Вот Поэтому Самая интересная тема Знаете, какая чудеса у садоводов Этого не может быть никогда Почему? Потому что уже у многих Растут мои великолепные Персики Абрикосы Те же груши И не думаю загибаться По всей России Вот У меня отдельный фильм уже был создан Там, где Показывал отдельная папка С успехами В чужих садах Но моих Сортообразцов И прочих этих Из косточек Из сиренков Из садов Так, ладно Это мы посмотрели Напоминаю, что Если 3 мая, может быть уже 10 мая Вы уже Вебинар увидите Заходите сюда Здесь всегда Об этом Всегда и все есть Так, теперь у нас еще время достаточно Я больше полчаса не провожу Вот Но нам нужно От рекламы Вернуться к нашим Этим самым Проблемам Итак, мы с вами сейчас Возвращаемся И ищем груши Вот Все-таки Про груши Я показываю на примере Память Яковлева Я показываю Вот Но это верхняя часть Груши А вот это нижняя Вернее так Мы будем искать Нижнюю часть груши Видите как Я могу выдавать Груши за колонны И мне поверят Хотя это обман Вот Видите Чем не колонны Вот Это есть подвойная Груша Вторая Вы понимаете Любое дерево Я вам показал Но она состоит В двух половин Нижняя половина Прививка практически У земли Это у меня Уссурийская Дикая груша Вот она Вот она У меня рядом растет Прекрасный Сорт Десная красавица Обратите внимание Они цветут Разное время А пылить не могут Но правда Дикая уссурийская груша И без этого Мне в этот год Дала 9 ведер Почему я знаю Потому что Я ребенок собирал И вот Я ему за каждое ведро 100 рублей платил Так я Отложил в голове Про 9 ведер Это немного Она должна давать 20 ведер Несмотря на молодость Вот Но Даже из плавного пыления Все-таки Достаточно Семен получает На подвой А вот это вот Знаете Что за Букет В руках у нее Это С другого участка Груша Сварок А они Родственники Суссурийской груши И цветут Одновременно Видите Вот Значит Моя помощница Моя племянница Даша Там нарезала Ведочек Способ Негумандный Отрезать ветки Просто так Но здесь С пользой Сделала букет Поставила на этот стол И вот Вам 9 ведер Так Теперь значит Еще показать Вам Это Вот Однолетние Посадки Видите Почему я говорю Никогда не подходите Груши Секатором С первого Года И задача Спасти Вот Это Та же Память Акуля Это Привитое Дерево Но И задача Этих листьев И формы Кроны Спасти Основание Стамба От гниения Об этом Не знает Ни один Ученый Ни в одном В этом Не прочтете К сожалению Это Главнейшая Задача Осветление Стамбов Осветление Крон Скелетов Глубочайшая Ошибка Из-за Блуждения Вот Но по всей Стране Звенят Пилы Вот Звериная Технология Существует Это Прям Питомники Это Прям Питомники Видите Как бы Прям Питомники Видите Как быстро Вот Вот Маточный Сад Вот Это Геопатогенная Зона Отдельная Тема Отдельный Разговор Когда-то И вы Знаете Что такое Геопатогенная Зона Когда-то Кто-то Из ваших Семейства Которого Биополе Побольше Научится Овладеть Рамками Перемерить Всю Квартиру С помощью Рамок С помощью Маятника Переставить Всю Мебель И вдруг Оказывается Что кто Болел Уже Перестав Болеть А кто Уже Успел Умереть Оказывается Многие Годы Спал Прямо В этой Самой Читов Извините С деревьев Дерев Мы не Собираем Это Мой Принцип Не Портить Плодовое Образование А потом Нападал А уже Сесть Не Можем Можем Вот Сейчас Это Та Самая Груша Это Культурная Груша Привитая Вот Это Подлость Рынка Вот Это Подлость Жалко Некогда Мне Комментировать Короче Я Ищу Я Просто Листаю Груши На Яблони Вот На крайний Случай Можно И так Скелетные Прививки Груш Это Мои Чудеса Видите Здорово Да Вот Но я Все равно Ищу Не Это Я Ищу У меня Маленькие Получились Грушки Обидно Дигант Подмосковья 500 Граммовый В среднем Ну Первый Урожай Вот так Выглядел Так Сейчас Я Ну Мы Вот Вот У Эти Груш Вот Она С нее Была Веточка Тот Самый Бакет С нее Был Сделан Вот Это Сваровок Как видите Без всякого Осветления Рает Раскидывая Ветки То Вверх Растит Теперь Вниз Она Сама Себя Осветляет Об Это Лишний Раз Подчеркиваю Осветление Деревья Особенно Груш Которые После Это Еще Сильнее Загущается Это Величайшая Глупость Распространенная Миллионных Экземпляров Сотних Миллионных Экземпляров Вот Газет Журналы Вот Подначали Книг А теперь Уже Это Бесконечные Повторы В интернете Я Все Еще Ищу Усоветскую Грушу Вот Видите Знаете Почему Не Прил Почему Сохранилась Дикая Усоветская Груша Попробуй Продай Привет Да Продай От Смеху Помрут Покупатели А вот Они Дикие Груши Вот Они Дикие Груши Это Третье Последнее Дерево Вот Вот Так Они Выглядят Это Я Комментировать Не буду Это Тоже Не буду На Молодом Дереве Сварог Вот Так Выглядит Мы Сегодня Говорим Не Про Сварог Но Как Не Упустить Возможность На И Уже Вкуса Нет 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 Вот Она И Уже Несладкие Так И еще Хотел Сказать Не Верьте Этим Сказкам Никогда Не Будет У вас Урожая Которое Обещают Подлинненький Калаш Одновременно Светет И Плодоносит Это Назвать Калаш Это Сказки От Очень Хорошего Художника Еще Несколько Минут Есть Чтобы Вам Еще Показать С Сурийским Почти Разобрались Никогда Хотите Чтобы Сохранить Плодушку Никогда Не Отрывайте Грушу Незазревшую Уничтожайте Плодушку Это Сделать Сплошь И Рядом В лучшем Случай Вот Здесь Чуть Немножницами Аккуратно Отрезать Храниться Не Будет Если Вот Тут Оторвется Плодушка Будет Уничтожена Если Вот Тут Оторвется Дикая Глупая Обрезка Вот Он Подвой Это Дикая Груша На Который Потом Прививается Признак Дикой Груши Невероятно Колючие Колючки Невероятно Вот Вами Такую Продадут Скажет Культурная Ну Сами Понимаете Я против Такой При посадке Так Получается А потом Только Заращивание Дерну Груша Листая Красавица Чудо Первую Пятерку Входит Это Просто Удивительно Какие Бывают Слово Дикарь Ну Не просто Дикарь Я В нее Внедрил Несколько Сортов Если Приглядеться Вот Старая Заслуженная Груша Обросла Дикарями Вот Приколы Хранение Груши Семечек Ну Понимаете Что это Должно Быть Где-то Старификация Два Месяца А потом Достаешь Через два Месяца Ну Вот Так Выглядит Груша К посадке Готова А Это Уже Все Кстати Перележали И Я Не Выслал Их Не Купили И Вот Результат Они Так Хотели На Я Вы Мог Комментировать Многие Из Эти Фотографии Но Ну 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 Кстати Лада Чудо Груша Вот Она Красавица Вот Она А Это Все Та же Память Яковлева Свежий Снимок Вот Это Я Называю Я Уже Ладно Практически Проговорили Вот Это Я Называю Садовая Крепость Перемь Мешку Растут Все Подряд Абрикос Манджурский Груша Дикая Уссурийская Тут же Яблони Тут же Сливы Тут же Абрикос В общем Абрикосы Все Все Подряд Вот Так Вот Кусто Густо И Никаких Обработок И Вроде бы И тесно А у меня Такое Печатание Что Летит Себет Ля А у У него Крылья Есть Про Муравьев Не Напоминайте Мне Даже Летит Себет Летит И Попадает На дерево Кусает И отравляется Умирает Это Абрикос Следующая Ага Думаю Облечу Я Облетела Абрикос Задим И облетела Дерево Тоже Яблони Которое С удовольствием Было Но Она Защищена Абрикосом Вот То есть Из минуса Даже Можно плюс Извлечь Снова Груша Питомники Плодоносит Так Скажем Плод для Мичурина Ой Скоро Спилка Правильно Звали Ну а Дальше Я буду Без Комментариев Вот Никогда Не обрабатывайте Штамбы Ничем Забудьте Это Важнейший Мой совет Ничем Никогда Ни грушевой Ничем А вот Это груши Мои Которые Переехали К упоминаем Мной Чернобаеву Художнику Чернобаеву Это За 5 лет Выросло Трудно В это Поверить Но Для чего Я фотографирую Елену Александру Савидовичу Догадайтесь Одного Рада Аспирантка Вот Она же По совместительству Это Моя сотрудница Пусть Неофициально Я Фермер На сад Промышленно Сожжен Вот Но Остался опыт Я передаю Этой даме Вот Поверьте Что это все За 5 лет Сейчас Куплю В 2015 Году Раньше Ну никак Снова Питомник Я его Называю Питомник Кочущий Вот видите Уже мешает Да Растет Ее не стали Продавать А может просто Не купили Вот Остается Навсегда Еще годик Вот это будет Привито И Продана А потом А потом Она еще раз Растется И питомник Переходит Постепенно На новое место Выдавливается Вот 19-й год Единственное Лето Самое Холодное Наше Время Истекает Самое Холодное Лето За все 37 лет Что я Тут Живу И Наконец К осени Появилась Порша На Грушах Не на всех На нескольких Сортах На абрикосах Нет Но пятнышка Так и не было Но это Тема Другого Разговора Вот Еще Один Калаш Видите Я рекламирую Книгу На диске 300 рублей Бутылка Водки Но иногда Бутылка Водки Бывает Нужнее Вот Так Вот Это Груша Клесная Красавица Все Правильно Кроме Одного Эта фотография Украдена У меня В прямом Смысле Но это Мы тоже Проходили Кому Интересно Вот Груша Обыкновенная Любимица Яковлева Казалось бы Ну Че Че Все Прекрасно Ну Если Вот Тут Присвоил Мою фотографию Вот Она То Почему На это Можем верить Всему остальному Все Вранье Чисто Вранье Просто Купля Продажа Одно Невращивание Так Друзья Все Закончилось Наше Время Сколько Успел Рассказал Садовод Макаров Это уже В его саду Мои груши Мои персики Мои яблони Благодарю за внимание Еще один Еще один фильм готов Хочешь что-то Расширяет Кругозон До свидания